Всем привет, друзья! Сегодня будет очень-очень важный ролик, который, как обычно, никто не посмотрит. Да, я вначале немножечко поною. Всегда, когда ты что-то делаешь, тебе хочется, чтобы как можно больше людей об этом узнало. И мне кажется, это какие-то важные вещи. Но так выходит, что на YouTube люди смотрят немножко другой контент. Когда делаешь что-то сложное, где нет никого шок-контента. Эти ролики никто не смотрит. У меня на моем канале самые непросматриваемые ролики, меньше всего просмотров, это те же самые отчеты фонда внимания, где мы рассказываем о том, что мы сделали. А еще на днях, например, мы выпустили фильм про ночлежку. Про то, как люди, волонтеры помогают тем, кто оказался на самом дне, кто остался без дома, без работы, помогает им как-то вернуться к нормальной жизни. Это очень важный фильм, но по просмотрам, опять же, он никому не интересен. Я, если честно, не очень знаю, как с этим бороться и вообще стоит ли с этим бороться. Меня часто, например, обвиняют, что почему ты делаешь только плохое? Зачем ты показываешь только негатив? Зачем такие заголовки? Почему ты видишь только плохое? Друзья, в том-то вся и проблема, что это не автор видит что-то плохое. Это зрители из всего, что предложено, выбирают только плохой или какой-то там шок-контент, или какой-то там развлекательный контент, или где-то что-то есть, какие-то провокации, какие-то желтые заголовки. Так устроен YouTube. И YouTube продвигает этот контент. Да, YouTube его продвигает не потому, что он плохой, а потому что его люди лучше смотрят, там лучше продается реклама. И мы стали с вами заложниками вот всей вот этой вот системы. Поэтому, если вы с этим не согласны, если вы хотите как-то ситуацию переломить, не забывайте лайкать ролики, которые вам кажутся важными, не забывайте их распространять, рекомендовать их своим друзьям. Только так можно ситуацию переломить. В общем, это была пятиминутка нытья от меня, а сейчас у нас будет очередной отчет о том, что мы делаем, потому что, несмотря ни на что, мы занимаемся по всей России восстановлением и сохранением исторического наследия. Да, это очередной отчет фонда внимания. Очень важный выпуск, который никто не посмотрит, если вы не измените эту ситуацию. Поехали. К зиме мы успели завершить еще четыре проекта. И на этом сезон активных реставрационных работ у нас заканчивается. На некоторых объектах мы еще продолжаем что-то делать, где позволяет погода или где, например, теплая погода не обязательно. Но в ближайшие месяцы уже каких-то прямо свершений будет мало. Мы готовимся к следующему сезону. Мы будем зимой собирать заявки. Мы будем готовить юридическую базу. Будем пытаться как-то защищать наследие. Мы постараемся нарастить как-то нашу команду. Будем использовать это свободное время для того, чтобы наладить какие-то контакты с хорошими реставраторами, с местными активистами, поддержать сообщество. В общем, у нас будет очень много такой важной и нужной работы, но, может быть, не совсем видной в виде каких-то готовых объектов. А пока расскажу вам объекты, которые мы успели завершить в 2019 году. Итак, наконец-таки мы закончили реставрацию дома Мещанина Медведева в Бузулуке. На деньги, которые мы с вашей помощью собрали, мы смогли восстановить копию двери. Детально воссоздали резьбу, старая дверь рассохла, была непригодна. Также старые советские окна, они тоже были непригодны для использования. И мы их заменили на новые, из лиственницы. И, что важно, повторили историческую расстекловку. Также мы восстановили утраченные детали в резном декоре дома. А в следующем году волонтеры Том Сойерфеста докрасят боковую стену, веранду и несколько элементов резного декора на дворовом фасаде. Но даже без этого сейчас дом выглядит потрясающе. Вот сравните, что было, что стало. И не забудьте поставить лайк, если вам нравится результат. Следующий объект Ассаментала. Работы тоже завершились. Это дом работников железной дороги в поселке Кузнечное. И он пока частично восстановил свой исторический облик. Значит, благодаря найденным в Финляндии оригинальным чертежам, мы смогли воссоздать окна и двери и историческую обшивку такими, какие они были изначально. Значит, в этом здании будет музей. Сейчас здесь уже функционирует небольшая экспозиция, но в будущем там будет полноценный краеведческий музей. По-моему, замечательно. Практически с нуля уже на последней стадии мы этот дом подхватили. И посмотрите, как классно получился фасад. Также мы завершили работы по реставрации дома с резными воротами. В Тюмени невероятно красивый дом. Значит, за три месяца волонтеры полностью сняли всю старую краску с фасадов и с ворот. Они сделали новую пропильную резьбу на воротах и на снятых наличниках. Они почистили испорченные объемные детали. В общем, все очистили, разобрали, привели в порядок. Кровлю тоже привели в порядок. Сняли слой старой краски с крыши, загрунтовали, покрасили ее заново. Также мастера починили металлические навершия и покрыли их грунтовкой и краской. Еще на собранные нами деньги мы сделали новый дымник по историческим лекалам. Вот получилось так. Я сразу прошу не писать комментарий по поводу цвета, потому что мы каждый раз пытаемся восстановить цвет исторический. Иногда он выглядит не очень привычным современному человеку, потому что практически все деревянные дома немногократно перекрашивались. Понятно, что в советское время дома красились без учета какой-то исторической подоплеки. Просто какая краска была, то какой-то не до жиру. Вот была зеленая краска или синяя краска, вот такой краска и краска. Кто какую краску находил, то такой краской и красил. А, например, в 19 веке были совершенно другие краски, были совершенно другие колористические решения. Поэтому мы все-таки пытаемся восстановить то, как этот дом был изначально выкрашен, или каким мог бы он быть изначально. Мы смотрим, какие краски использовались, какие они были доступны и как их сочетали. Поэтому сейчас он может выглядеть не очень привычно, но это максимально близко восстанавливаем историческую справедливость. Ну и самый крутой проект! Это просто, наверное, мой самый любимый, самый крутой проект, в котором мы поучаствовали, на котором мы собирали деньги. И это вообще был один из первых наших проектов. Это дом со львом в поселке Поповка. Невероятной красоты! Я про нем много рассказывал и проект завершен. Значит, на деньги, которые мы собрали, удалось привести в порядок обшивку дома и восстановить оконные рамы и резьбу. Там очень много работы велось, там помогали еще другие фонды, в общем, реставраторы. Они старались сохранить как можно больше оригинальных элементов. И это очень уникальный для России случай. Хотел вам подробнее про это рассказать, потому что все, что может служить дальше, оставляли. То есть даже, например, если сгнила только часть доски, вот часть, которая сгнила, ее заменяли. Только испорченный фрагмент, а остальное вот оставляли. И в итоге вот сейчас на фотографиях вы можете видеть цвета новых и старых досок. Они сейчас очень сильно друг от друга отличаются, потому что новое, они такие желтенькие еще такое дерево, а старое, оно такое серебряное дерево, там, после дождей, так вот, ну, старое. И мы специально вот так вот все это дело оставили, специально, чтобы было видно, какую кропотливую работу провели реставраторы. То есть как они буквально по крупицам заменили испорченные элементы и насколько бережно они сохранили то, что можно сохранить. Вот это просто золотые люди. Вот реставраторам надо поставить рядом с домом памятник или как минимум табличку, потому что большие молодцы. Редко такое встретишь. То есть обычно при работе вот с таким деревянным домом, там просто взяли бы нафиг все это, снесли, разрушили, сделали бы заново. Ну, знаете, как обычно у нас реставрируют даже нормальные здания. Вот дом сгнил, снести. Дом непригоден, дом аварийный, сжечь, снести, выселить, нафиг, чего заниматься. А здесь вот люди с любовью, они с любовью подошли и прямо вот посмотрите, они просто перебрали буквально вот по бревнушку, по каждой досочке. И это очень круто, это очень круто. Сейчас он выглядит так вот пестро, но это хорошо, потому что люди могут видеть проделанную работу. Через несколько лет новые доски, они потемнеют, они тоже станут такими серебряными, серенькими. Природа нивелирует вот эти вот отличия и уже будет не отличить. Поэтому сейчас пока вот это оставили так, это специально, чтобы вы могли видеть, какой кайф и как круто здесь поработали реставраторы. Ну и отдельность нужно сказать про цвета декора на окнах, вот на резьбе, их удалось восстановить по следам, которые сохранятся следы старой краски. Все это оставили в оригинальной комбинации, вот как это было изначально сделано. То есть дом со львом, мой супер лайк, это вообще лучшая работа, я прямо горжусь, что мы это сделали. Ну а теперь вкратце расскажу о тех проектах, которые нам еще предстоит завершить. Те проекты, на которые собраны деньги, но там идут работы. Первый это дом Рябинина, ему повезло, мы собрали средства на его реставрацию и вместе с Том Сойерфестом почти успели закончить его в этом году. Волонтеры приводили в порядок часть дома со стороны двора, а над фасадом со стороны улицы работали уже профессиональные реставраторы. Они восстановили наличники, они восстановили резной декор, входные двери и самое главное советский номерной знак. Работу здесь продолжим весной, мы еще восстановим башенки и шпили, ну а пока можно насладиться промежуточным результатом. Здесь мы уходим на зиму, весной к этому дому еще вернемся. Также за прошедший месяц волонтеры завершили покраску дома Поваляевых и установили всю резьбу. Еще они смогли создать на главном фасаде такой своеобразный арт-объект, который относится к истории дома. В заложенном проеме появилась роспись и это цитата из Елецкой газеты с упоминанием этого дома. Три дня тому назад пропал ручной белый голубь простой породы, поймавшего его прошу возвратить за вознаграждение по адресу. Рождественская улица, дом Поваляева, 3 марта 1916 года. Такая вот милая деталь, очень круто, вот когда я сейчас писал, такая связь с историей. Вот почему, ребята, очень важно восстанавливать и сохранять какие-то таблички, какие-то вывески, указатели старые, потому что все это наполняет город историей. Все это дает возможность нам с городом общаться, у нас появляется обратная связь. И это вот тот кайф, который позволяет нам город полюбить вот через эти детали. Да, вот мы смотрим, даже вот это объявление, смотрите, как сразу обогатило оно среду. Просто супер! Еще столяр изготовил для дома деревянные ворота и установил их вместо старых ворот из профлиста. Вау! Смотрите, как круто! Ворота, просто поменяли ворота, что вообще у нас никто не делает. Остался еще козырек из профлиста, но, опять же, это временная защита от дождя, его не будет, не переживайте. Скоро мастера изготовят уже красивый, красивый, правильный козырек. И с его установкой работы над этим проектом можно будет считать законченной. Фух, скоро будет красиво! Следующий проект для реставрации дома, это Вифанская улица в Сергиевом Посаде. Мы собрали вместе с вами, друзья, 227 тысяч рублей. Строители уже восстановили отмостку вокруг дома и цоколь, и скоро сделают парадный вход. Также сейчас идут работы над созданием новой калитки. Кроме самой двери калитки нужно будет сделать металлические опоры, которые выдержат ее вес. С оградой для полисадников последние годы дома не везло. В 2014 году при подготовке к юбилею города местные власти просто загородили все ветхие дома высокими металлическими заборами, чтобы не портили вид. Хорошо, что хотя бы не выбросили старый штакетник, и он дождался волонтеров, волонтеров Том Сойерфеста. И сейчас по образцу старого штакетника готовят новый. И скоро на Вифанскую улицу вернется нормальный правильный заборчик, который сделает ее гораздо приятнее и дружелюбнее. Далее мы продолжаем восстанавливать дом соломчика Топоркова в Екатеринбурге. Мы собрали 361 тысячу рублей на замену крыши и сейчас работа в самом разгаре. Мастера не стали сразу снимать всю старую кровлю, ее демонтируют частями по мере того, как новую кровлю укладывают. В советское время водосточных труб у дома не было вообще, и вода стекала прямо по карлизу и стенам дома. Именно поэтому декор оказался в ужасном состоянии. Мы не смогли оставить это без внимания, поэтому с нуля смонтировали водосточную систему. Вот такие резные воронки делают в Екатеринбурге для объектов культурного наследия, когда нет данных об оригинальном водостоке. И это как раз наш случай, поэтому вот здесь мы сделали такие вот универсальные исторические воронки для водостока. Деревянные столбы, которые держат ворота и калитку, они были тоже в ужасном состоянии. И ими пришлось заниматься уже профессиональному реставратору. Основание столбов частично сгнило, но было принято решение оставить максимум изначального материала. Что интересно, реставратор привез старый двухсотлетний пень той же породы дерева, чтобы этот пень использовать для восстановительных работ. Он удалял из столбов сгнившие фрагменты, выпиливал на их месте пломбы такой же формы, которые затем вклеивал, шпаклевал и красил. Вот это вот любовь к деталям. Еще мы начали работу над зданием музея в Карелии. Дом было необходимо срочно спасать от сырости, поэтому мы собрали деньги на устройство отмостки с восстановлением дренажной системы на участке. Несмотря на выпавший в Карелии снег, земля еще была не промерзшей, поэтому строители смогли поработать до прихода настоящих морозов. Уже выкопано основание для отмостки, рабочие уже уложили геозащитную мембрану, установили водоотводные желобы и засыпали все гранитным отсевом. По периметру участка сейчас выкапывают канавы и делают дренажный колодец. За прошедший месяц мы собрали средства еще на один новый проект, это реставрация ворот дома Крылова, это Ростов-на-Дону. И это уникальный образец ворот конца 19 века. Тогда они считались типичными, но сейчас в Ростове-на-Дону их осталось не больше пяти. Реставрацию здесь будут вести активисты градозащитного движения «Мой фасад» совместно с опытными мастерами. На собранные нами средства они снимут старую краску, исправят геометрию, заменят утраченные, испорченные элементы. Ну и в процессе расчистки многочисленных слоев краски мы установим, опять же, какой цвет. Ворота были покрашены изначально и максимально близкий потом цвет подберем. Так что скоро мы узнаем, какие эти ворота были изначально и возможно некоторые удивятся. После покраски для этих ворот выберут подходящую дореволюционную фурнитуру. Все используемые жильцами звоночки установят на общую деревянную панель, остальные демонтируют. Также активисты отреставрируют советскую адресную табличку «Слева от ворот». Теплый климат, хороший прогноз погоды позволяет начать работы нам уже сейчас, не откладывая их на будущий год. Здесь как бы Ростову повезло, потому что тепло, так что будем работать. Теперь коротко об объектах, на восстановление которых мы сейчас собираем деньги. Начать я хотел бы с усадьбы Сонг в Карелии. Ларс Сонг – это знаковый финский архитектор. На территории России есть лишь одна его постройка, усадьба, которую он возвел для своего брата Карла Сонга. В 1990-е годы здание было спасено от уничтожения неравнодушными людьми. И все эти годы они продолжают заниматься его восстановлением. Мы решили помочь им с ремонтом черепичной крыши. Вообще, кстати, огромная редкость, такая крыша в России, таких домов практически нет. И крыша сейчас находится просто в аварийном состоянии. Но перед тем, как начать работу, нужно провести обследование и сделать проект реставрации. Это довольно дорогие работы, стоят они 228 тысяч рублей. Собственно, эту сумму мы собираем, это будет первый шаг к восстановлению кровли. Еще один новый проект – это дом в Заканалье, это Астрахань. С августа 2019 года его реставрацией занимаются волонтеры Том Сойерфеста. И в этом сезоне они уже расчистили фасад от краски, загрунтовали его и покрасили в один слой. Также они расчистили оконные рамы, покрасили их, защитили тиковым маслом. Большую часть декоративных резных элементов сейчас демонтировали. Зимой их отреставрируют, а весной их вернут на фасад. Наш фонд сейчас собирает деньги на замену кровли. Нужно заменить кровлю и отремонтировать стропильную систему. Мы очень хотим закупить материалы в этом году, чтобы зимой мастера могли заняться подготовкой. Стандартные стальные листы шириной 1250 мм нарежут до ширины 710 мм. Это необходимо, чтобы уложить фальц с шагом воршин, как это делалось до революции. И основная часть работы по замене кровли пройдет уже в будущем сезоне, когда будет тепло. Но деньги лучше собрать сейчас, чтобы быстрее весной все восстановить. Ну и в конце хочу вам напомнить про уже знакомые вам проекты. Мы по-прежнему собираем деньги на дом Бака, на храм Святой Аллы и на проект реставрации Белой Башни. Если вы хотите помочь нам с восстановлением этих объектов, то в описании к видео я, как обычно, оставляю ссылочку на сайт фонда «Внимание», где вы можете оформить разовое или регулярное пожертвование на любую комфортную для вас сумму. А я хочу вам еще раз напомнить, что любая сумма сильно помогает нам в работах. 100 рублей, 200 рублей, 500 рублей. Люди, когда видят какие-то большие суммы, хотя у нас там не такие большие суммы, но люди, когда видят, что мы собираем миллион или мы собираем 500 тысяч, 300 тысяч, людям кажется, что от их 100 рублей, 1000 рублей погоды не будет. Но меня смотрят десятки, сотни тысяч людей. И если каждый из них оформит даже небольшое пожертвование, это сильно поможет нам и мы сможем делать больше объектов. Сейчас к нам люди обращаются, но мы просто понимаем, что мы не сможем собрать деньги на эти объекты. Поэтому, друзья, я в конце, как обычно, прошу вас не проходить мимо. И если вы по каким-то причинам не хотите жертвовать, не считаете нужным помогать, окей, расскажите своим родителям, друзьям, расскажите в своих соцсетях, оставьте ссылочку на фонд «Внимание», поделитесь историей, на сайте все истории про каждый объект, который мы завершили, можно легко отправить, расширить в соцсетях. Любая помощь от вас, как пожертвования, так и информационное распространение информации, она реально очень поможет. Этого действительно не хватает, потому что люди мимо таких историй просто проходят мимо, им это не очень интересно и всем кажется, что это само происходит. А это происходит не само, это происходит, когда собирается какое-то количество неравнодушных людей. Поэтому я хочу сказать спасибо всем, кто помогал, попросить продолжить это делать, помогайте, распространяйте информацию, оформляйте пожертвования, впереди у нас еще очень много работы и сделать ее мы можем только вместе. На этом я с вами прощаюсь, увидимся завтра в новом видео, а через месяц будет новый отчет о фонде «Внимание», надеюсь, порадую вас хорошими новостями. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!